Велодорожка Вот очень интересный тротуар. Посмотрите, как организована велодорожка. Она отделена от основной части тротуара рядом деревьев с травкой, а от дороги велодорожка защищена машинами. В результате велосипедисты ездят в безопасности, не мешают пешеходам. Тротуар широкий, везде брусчатка, плиточка. Очень хорошее, удачное решение. А вот как решено место, где велодорожка огибает автобусную остановку. Илья только что рассказал про хорошее решение велодорожки, когда она находится между тротуаром и проезжей частью, отделена всем. А вот тут мы видим плохое, когда дорожка находится на самой дороге и просто нарисована. Почему-то берлинские власти решили, что так лучше, и сейчас многие дорожки переделывают в такие. Говорят, что, типа, так более видно велосипедистов, которые едут. Ну, конечно же, совершенно не так. Это намного менее безопасно. Там малейшее движение не в ту сторону, и ты сталкиваешься с машиной. Ощущение безопасности теряется. То есть ты уже не защищен и не отделен от основного трафика. Ну, датчане, у которых я учился, такую историю очень не любили. И говорили, что велосипедисты намного охотнее ездят по отдельной выделенной дорожке, нежели по нарисованной. Друзья, вот это вот берлинский столбик, который защищает берлинские тротуары от автомобилей. Посмотрите, какой он красивый, стильный. Он сделан из цельного куска металла и очень хорошо и органично выглядит на берлинских улицах. Посмотрите, пожалуйста, какие столбики ставят в ваших городах. Скорее всего, вы будете сильно разочарованы. И присылайте фотографии нам. Мы сделаем подборку и покажем, какие столбики ставят в России и какие столбики ставят в Европе. Непонятно, зачем посреди обычной улицы в центре города стоит колонка действующая, можно накачать воду. Очень странная, еще такая массивная. Наверное, осталось каких-то древних времен и просто жалко было ее сносить. Автобус это, конечно, не трамвай, он не такой удобный. И люди предпочитают, в общем, трамвай над автобусом. Но если уж есть автобус, его тоже можно сделать более привлекательным, всякими разными способами. Вот, например, можно поставить табло, по которому точно будет понятно, когда автобус приедет. И тогда люди точно знают, когда приходят на остановку, сколько им ждать и, может быть, воспользоваться другим видом транспорта. И это намного удобнее, чем ты пришел и не поймешь, чего там и когда поедет. При всей нашей нелюбви к туристическим местам в Берлине, конечно, нельзя обойти мимо Берлинскую стену, которая разделяла город на две части долгое время после войны. И вот никак нельзя было перейти из одной страны в другую. Но про это я рассказывать не буду, потому что это написано в любом путеводителе. Ну вот, собственно, вот эта стена за мной. Когда мы говорим, что нужно поставить хорошие красивые лавочки в Москве, люди переживают, что эти лавочки могут украсть. Переживают, на самом деле, не только наши люди, но и немцы. Поэтому вот эту красивую лавочку, на которой мы сейчас сидим, приковали к зданию на цепь. На самом деле, это не совсем так. Прикована лавочка только вот около Музея Государственной Безопасности ГДР. А вообще в городе они нифига не прикованы, а стоят просто и все. В Берлине, в отличие от Москвы, очень много уличных пепельниц. И вот мы нашли пепельницу примерно такого же формата, какого хотим повесить мы на Тверской улице. Вот такой цилиндр, в который помещается очень много окурков. Как хочется в нее опустить окурок. То, что нам нужно. Открывается она сверху. Здесь нажимается, здесь стоит такой фиксатор. Надо каким-то ключом специально, рукой не открою. Открывается она сверху и легко поражняется. Снизу закрыт. Очень классная конструкция, удобная и совсем не портит лишь в городе. Только не вешает сам. В принципе, одну пепельницу для Москвы мы нашли. Если найдем еще немножко, может быть привезем и повесим уже в августе что-то. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это пивной велосипед. Люди крутят педали, пьют пиво и катаются по городу. Очень весело, такие штуки есть во многих городах. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В Берлине не снимают нелегальные плакаты, которые клеят на столбы и другие поверхности. Поэтому со временем столбы остаются в два-три толщи, обклеены толстенными слоями плакатов, которые наслаиваются друг на друга и никто их не срывает. В самом центре города на реке организован такой уголок с шезлонгами, с качелями, со столиком, совершенно дикий. Смотрится, причем в Берлине очень органично, это здорово. Можно бесконечно смотреть на то, как пичит вода, горит огонь и работают немцы, любят говорить в канцерах. Да. Просто скажу, город. Мы сейчас находимся в небольшом парке в центре Берлин, давайте посмотрим, чем здесь занимаются люди. У нас же льготы отменили вроде. У нас была реформа по монетизации льгот, но ее Лужков в Москве завернул, устроив, в общем, оставив в Москве все льготы. У нас пенсионеры по-прежнему ездят на трамваях, троллейбусах, на метро бесплатно. Вы, Максим Евгеньевич, считаете, льготы нужно отменить? Конечно, льготы нужно не отменить, а их нужно привести в какой-то нормальный вид. Потому что почему, например, пенсионер, который не пользуется общественным транспортом, он получает меньше льгот, чем тот, который пользуется. Конечно, это надо как-то собрать и выдавать деньгами, а не льготы проезд. Потому что ему не нужно никуда ездить. А в результате таких льгот пенсионеры начинают ездить через весь город за помидорами. Ну, прям как «Ранний Путин». Ну, может быть, да. На этом можно закончить. Ранника с «Ранний Путин». Интересно, к чему мы придем. Ранника с «Ранний Путин». Ранника с «Ранний Путин». Ранника с «Ранний Путин».